Всем привет, с вами Дори, и добро пожаловать в новое видео. И давайте сегодня с вами поговорим о самом большом заблуждении тех людей, которые хотят стать айдолами. Ну и, конечно же, да, в ходе моего повествования также пишите в комментариях свое мнение обо всем этом, совпала ли реальность с вашими представлениями о данной карьере. Ну и также подписывайтесь на мой инстаграмчик. Ну, а я вас всех очень сильно люблю. Ну а мы начинаем! Ну, конечно же, многие, смотря на такую популярную группу, как BTS, у которой огромные гонорары, думают, что все кей-поп-артисты зарабатывают очень много. Но есть одно но. BTS – это не правило. BTS – это исключение из правила. Ну и что же понимается под данным странным выражением? А это то, что BTS действительно зарабатывает огромные суммы. Некоторым данным это где-то 60 миллионов долларов. На, собственно, всех участников с различных их проектов, с их продажи альбомов, с их концертных туров, всего-всего-всего-всего прочего. В общем-то, выходят вот такие вот гигантские суммы. И таким образом получается, что BTS окупают сами себя. Они окупают продакшен, они окупают все. И получается, что многие смотрят на BTS и думают, ну, наверное, другие гип-поп-артисты тоже приблизительно так же получают. Ну, может быть, как бы чуть меньше, но все равно вот где-то так же, потому что, ну, они же звезды, они же артисты. И это же вот все так прекрасно, замечательно, классно. Но на самом деле это не так. И вот почему. Изначально айдолы начинают с огромнейшими долгами перед компанией. И откуда же берутся эти самые долги перед компанией? Оттуда что? Компания вкладывается в их обучение. Они тратятся на то, чтобы их стажеры занимались танцами, занимались вокалом, рэпом, чтобы они еще как-то там развивали дополнительно свои навыки. Там актерцев занимались моделингом и всеми прочими вещами. И таким образом на это уходят большие деньги. Также нужно предоставить жилье стажеру. Его нужно кормить как-то, минимально обеспечивать чем-то. Потому что он подписал контракт и как бы все. И чтобы вы понимали, в контракте все это прописано. Я когда-то снимала про это видео, что там суммы могут быть просто заоблачными. Так что если вы стали стажером, просто так до истечения срока своего контракта уйти вы не сможете. Вас заставят выплатить настолько гигантскую сумму, что живя в большинстве стран, вы не сможете найти такую сумму. Даже если продать там квартиру, машину и все прочие вещи, вы не сможете найти ту сумму, которую будет запрашивать компания за ваш уход. И это будет прописано в вашем контракте. Поэтому изначально, если вы тот человек, который может где-то передумать и перехотеть, то лучше не надо. Потому что вам же будет от этого хуже. И компания вас никуда не отпустит. Да, они как бы могут вас выгнать. Но чаще всего, если они вас выгоняют по каким-то причинам, не потому что они вдруг подумали и поняли, что вы им чего-то не подходите, а потому что, например, у вас стала какая-то дичь твориться с вашими навыками, вы не улучшаетесь, у вас там стала какая-то дичь твориться, ну, например, с весом, ну, допустим, вы набрали его. И они сразу начинают понимать, что вы нарушаете контракт. Потому что у вас в контракте четко сказано, что вы обязаны выполнять свои обязанности. А вашими обязанностями являются тренировки, чтобы вы улучшаете свои навыки, и то, что вы поддерживаете те показатели, которые установила для вас компания. Если это не происходит, они вам говорят, что вы нарушаете условия контракта, и если вы надумываете уйти, то лучше сразу выплатите деньги и идите на все четыре стороны. Но путь в другие компании при этом вам будет закрыт. И, да, действительно, у компании есть такой прикол, у них есть свой, так называемый, черный список, куда может попасть любой человек, который натворит какую-то дичь в компании. Ну, и, собственно говоря, да, после дебюта айдолам приходится это все выплачивать. А чтобы вы понимали, вот эти вот затраты на них растут в геометрической прогрессии. То есть помимо проживания, тренировочек и всего прочего, туда добавляются также затраты на продакшн. То есть затраты на создание музыки, затраты на выпуск этой самой музыки, потому что каждый альбом, все вот эти вот костюмы и все прочее – это деньги. И они добавляются в долги артиста, которые он обязан выплачивать. Но чаще всего артисты не зарабатывают столько, чтобы их выплатить. В общем-то, бывший участник группы, по-моему, называется MadTown, когда сказал, что таким образом, суммируя все, А долг айдола, ну, точнее, долг группы какой-либо, может составлять около 500 тысяч долларов. При этом заработок этой самой группы может ограничиваться там 7 тысячами долларов. И фактически покрыть вот эту вот всю сумму на выпуск одного альбома, на продакшн, на продвижение, они за раз не могут. Если они не популярная группа вроде BTS, то для них это становится нереальным, практически невозможным. И таким образом, а также, по-моему, участник группы Intuit говорил, что за все то время, что они существуют, они не получили ни одной выплаты. То есть фактически у них не было ни одной зарплаты за это время. А все почему? А все потому, что они пытаются покрыть то, что потратила на них компания. Компания не будет им платить себе в минус. Они как бы, да, дадут им такие вот карманные деньги, но тратиться основательно и выплачивать им зарплату они не будут. Потому что они хотят отбить свои деньги. И пока они их не отобьют, артист ничего не получит. Ну и таким образом также стоит понимать, что многие айдолы, даже если вам кажется, что они такие идеальные, прекрасные, и все, чем они занимаются, это их айдол-карьера, если у них небогатая семья, они работают. То есть их айдольство – это не основная деятельность. Они могут появляться, возможно, где-то в рекламках, возможно, где-то сниматься, и то, если им повезет, если они кого-то привлекут. Если же нет, то начинается веселье. Они могут работать, ну, где-то там в кафешках, в ресторанах, они могут быть официантами, они могут быть какими-нибудь грузчиками, кем угодно. В общем-то, любая деятельность в виде подработки, все идет как бы им, потому что они пытаются как-то заработать себе на жизнь, потому что компания им ничего не платит. И таким образом, если вы тот самый человек, который грезит о жизни айдола, что вы станете таким богатым и популярным, то стать богатым и популярным в этой индустрии – это исключение, а не правило. Большинство артистов за всю свою многолетнюю карьеру не зарабатывают ничего. Потому что компания тратит на них больше, чем они могут заработать. И поэтому они идут зарабатывать на какую-то другую обычную работу. Они работают в магазинах на полставке, они работают в кафешках на полставке в виде там официантов, еще кого-то. Они работают где угодно, да даже на стройке. Вообще, до чего только фантазия доберется. И таким образом, да, вот такая вот жизнь обычных айдолов. Они суперпопулярных, вроде BTS или каких-то других групп, или же, так скажем, вот такая судьба у айдолов, когда они не просто не суперпопулярны, но и не имеют богатых родителей. И когда они не соглашаются на какие-то подарочки от спонсоров. И спонсоры имеются в виду тут в плохом смысле, а не спонсоры в смысле что-то прорекламировать. И таким образом, я думаю, вот эта вот история становится чуточку понятнее. Что, скорее всего, если вы такой вот иностранец, вы ждете, что компания за вас заплатит, заплатит вам за перелет в Корею, заплатит за вашу жизнь, то вот что вас примерно будет ждать, как сказал участник индуит, что они за все время существования своей группы ничего еще не получили. И запоминайте как бы вот эту вот информацию, если вы тот человек, который думает, что эта индустрия изменит вашу жизнь. Возможно, она изменит вашу жизнь, возможно, даже в хорошую сторону. Но, скорее всего, вы будете жить в каком-то очень нехорошем общежитии с тараканами, с несколькими людьми с вами в одной комнате, с отвратительными условиями, с тем, что вам придется искать подработку, и с тем, что у вас будут не такие частые концерты, не такие частые выступления, не такие большие деньги, как вы себе представляете. Скорее, вы будете где-то подрабатывать, чтобы содержать себя, потому что компания в какой-то момент на это забьет. И вот такая вот суровая реальность обычных айдолов, не супер популярных и не тех, у которых богатые родители. Ну и, конечно же, свое мнение обо всем этом. Пишите в комментариях, мне будет очень интересно с вами все это обсудить, потому что тема действительно такая животрепещая. Я многие до сих пор думают, что эта индустрия помогает очень много заработать. Эта индустрия помогает очень много потратить того, что вы еще не заработали. Скорее так. И, конечно же, я вас всех очень сильно люблю. Субтитры создавал DimaTorzok